Ролик создан благодаря поддержке подписчиков сервиса Boosty и также Donation Alerts. Благодарю всех и каждого за вклад в общее дело. Давайте серьёзно его поприветствуем, ибо, скорее всего, это последнее, что он услышит. Итак, игра почти началась! Здарова, народ! С вами Хьюго. Продолжаем проходить игру на выживание. «Хочешь жить – беги», как оно называется в переводе. Последний, третий этап – «Шаг в огонь». Самый, пожалуй, лёгкий, быстрый этап всей этой линейки прохождения этого, скажем так, фестиваля. Но пройти его всё-таки стоит. Прежде чем мы начнём, вот там, кстати, есть статуя демона. Из второго предшествия. Тоже не так давно я заметил. Такая приятная ссылочка. Кстати, ещё раз показывают нам тут модельку «Камикадзе». Я тут помню, говорю, что как бы у меня там убрали надписи «СССР» и всё такое. Нет, надписи и остались. Даже есть татуировка, которую я тоже показывал. Так что всё присутствует, всё на месте. Сразу давайте, наверное, сохранимся здесь на будущий уровень. Да и, в принципе, на начало этого уровня. Тоже будет полезно. Ту-ру-ру, ту-ру-ру. Саундтрек, пушка, огонь. Оу. Ну, третий у нас уровень имеет стилистику планеты «Клир». Понятное дело, тут будет много клиров и не только. И, в общем-то... Ну, не знаю. Я не сильно тут большой эксперт-эсперт по секретам. Чисто что вижу, то соберу, что знаю, то же, как бы, соберу. Так что, если я тут что-то пропущу лишний раз, то... Подберу, наверное, чуть-чуть попозже. Так, отлично. Первый этап у нас пройден. Можно даже сохраниться на будущий. Так, тут уже будет посложнее у нас немножко. Во-первых, тут у нас есть клиры, у нас тут есть камикадзе, у нас тут есть... Араханоиды, вылезающие из... Неоткуда, из песка. И доп, который... Ну, неприятно собирать, скажем так. Немножко неприятно. Так, заместо чего-то камикадзе, потом минотавром. Потому что этот парень... Ой-ой-ой-ой. Еще тот наглец. В общем, доп у нас находится вот здесь. Собираться вот именно таким вот способом. И... Ой-ой-ой-ой. У-у-у-у. Очень опасно к нему, в общем, лезть. И лишний раз лучше этого, конечно же, не делать. Вроде даже всех убили. Так, тогда сохраняемся. Это третий у нас этап. О-у-у. Тут еще один доп есть. И, по-моему, из такого интересного так, наверное, все. Время очень сильно ограничено, так что... Только надо долго тут не задерживаться. Патроны тут не пригодятся. Это четвертый этап. По сути, самый простой. Был третий у нас. Но... Пройти мы его были самые обязаны. А тут у нас открывается кабина с кучей дронов. Даже ее, в принципе, не обязательно убивать. Нам нужно только добежать до последней кабины. И... Как бы... Все. На этом и уровень будет завершен. А под допом тут я даже, честно говоря, и не знаю, и не вижу, чтобы хоть что-то здесь на самом деле было. Так что... Думаем дроном сколько можем. И даже по завершению уровня... Можно еще убить. Прирывая программу, чтобы сорсить экстренные волки. Парень Альянцев родились и ворвались в горы. Для паники нет причин. Наши волки. Лично подготовлены. Смотрите, как они разорвут врага пыль. Возможно, мы увидим это чуть-чуть. Главный вид без паники. Для парень Альянцев, что он лично займется этой проблемой. Парень Альянцев приземляется прямо на арене. Они хотят поспешивать героя, которого мы поймали. О нет, эти декари нам все испортят. Вражеские войска десантируются по всему городу. Как вы можете видеть, что в своих странах земляне могут удалось избежать. Но не волнуйтесь, наши войска ПВО нас сразу же и незамедлительно откроют. А когда это произойдет, мы сразу же выйдем в эфир. С вами был Жорг Дигг. На арене сервису плюсов прямой эфир. Также... Также... На первой арене третьего уровня... Я тоже подзабыл собрать один доп. Уже пересматривал потом запись. И почему-то подумал, что собрал его, но на самом деле нифига не собрал. Нам в самом начале нужно так же, как я и шел, идти влево. Но не только от этой вот броней, а еще и за вот допом, который находится вот на этом острове. То есть он вообще хорошо очень спрятан в глаз на самом деле. И... Ну, прям сразу так вы его не заметите. И вот только после сбора этого допа можно идти за броней. Попутно убивать клиров, декадроидов. Не заставить появиться минотавра вот этого. Распинать его здесь, раскулачить. Тут должны заспавниться гранаты, да, по его убийству. И вот только после этого можно идти дальше. Бывать от этого клира, потом клироваться отречкой. Клира, который выходит дальше. Черт. Первый камикадзу. Бекадроиды еще одного. Еще, еще, еще камикадзе. И вроде как все. То есть по допам, которые есть на этих вот доп заданиях, я пробежался еще раз все три уровня. Я посмотрел, что я собрал, что я показал на записи. Вроде как в основном так я все пособирал. Вот, и этот год тоже мы собирали. И другие тоже. Так что вроде как тут у нас более-менее все около того. Подбито. Надеюсь, что ничего не пропустил. Ну, как-то так. 56 килов. Далеко не максимальное количество, которые можно здесь собрать на этом уровне. Но зато я показал все знающие, которые я, по крайней мере, раньше собирал допы. И такие прикольные моменты, которые есть вот на этом небольшом, маленьком уровне. Ну, по сюжету, наконец-то, силы Альянса перезарядили пушки. Вернулись и пробили щит еще раз Сириуса. Странно, почему Ментал и войска Ментал с этим ничего не сделали. И не пытались даже, по ходу, сделать. И, в общем-то, сейчас на Сириусе начнется, ну, точнее, на Сириус-Полюсе полномасштабная война Ментала и сил Альянса. И благодаря этому Сэма спасают из плена. И мы снова возвращаемся к классической схеме прохождения пути к самому Менталу, а точнее, к месту его обитания. Так что до конца игры, на самом деле, осталось очень немного. И скоро мы увидим, что же нас ждет дальше. Что ж, а на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. В описании есть куча полезных ссылок и информации для вас. рекомендую ознакомиться. Ну, и увидимся в новой серии. Да. Уже очень скоро. Еще увидимся. Пока. Атака рукой с анимацией номер 2, атака рукой с анимацией 1. И просто скилл на двоечку. У него хп заканчивается, он так смотрит на пульска. Ага, опять здоровье. И такой он просто... И все, взрывается. Субтитры сделал DimaTorzok